Государиня, как поживает Иоанн? Иоанн Антонович живет скромно, но ни в чем не нуждается. Он на свободе? Да. Почему к нам не приехал? Вы можете написать ему письмо? Если сильно-сильно раскачать, то можно увидеть лук с цветами. Катька не видела, а я видела. Павел Петрович! Я влюбилась в вас! Вы не думайте, я не легкомысленная. Это в первый раз. Обещайте, что женитесь на мне. Скажите. Женюсь. Я буду любить вас всю жизнь. Сколько не молись, Господь не простит. Вы, как будущий император, должны понимать, что такое власть и чем приходится жертвовать ради процветания ваших подданных и государства. Выпустите их сейчас, сию минуту. Дадим кареты, пускай едут с нами. Отпускала. Не захотела. Всех! Всех нельзя. Прекрасные, добрые люди. У них столько любви. Они считают себя счастливыми. Если их выпустить, то враги России создадут армию. Эти добрые, прекрасные люди ее возглавят и объединят между собой предателей, бунтовщиков, заговорщиков. И мы с вами в короткое время окажемся здесь, в застенках. Враги мечтают нас уничтожить. А дело правителя всеми силами защищать государство. Генрих Восьмой казнил сто тысяч подданных. Обличники Ивана Грозного четыре тысячи. Петр Великий семь тысяч казнил. А Елизавета Первая английская двадцать тысяч одних бродяг. И это были великие правители. Елизавета Петровна провела двадцать лет и никого не казнила. Поэтому о ней никто не вспоминает. Кроме этого, дряхлого монаха и офицера, пробитый головой. Государыню письмо. Благодарю. Ваш велик. Все к молитве готово. Государыня не будет молиться. Пора уже забыть Елизавету Петровну. Шесть лет, другая императрица. Павел Петрович, вныне это грех. Ваше Величество. Павел Петрович поедет в карете с Софьей Степанной. Софья Степанна, разрешите ехать с вами? С радостью, Ваше высочество. Собираемся, пожалей. Молимся о душе усопшего раба твоего и отошедшего к тебе в срок неведом и в страданиях безвестных. Всели его во святом жилище своем. И да обращит он покой в тебя, якобы спасители и искупители рода человеческого. Аминь. Да обращит тебе покой раб твой, якобы спасители и искупители рода человеческого. Я – мой старший. Мой первенец. Мой любимый. Он был таким же сильным, как ты, Петр. Таким же добрым, как ты, Алексей. Улыбался. Как ты, Лизавета. И много говорил, как ты, Екатерина. И понимал меня так же хорошо, как матушка ваша Анна Леопольдовна. Простите меня, мои дорогие. За что ты прощишь прощения, отец? Простите меня. Простите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова